Всем привет! С вами Мишаня, с новым еженедельным обзором! И сегодня ко мне в руки попала максимально необычная вещь. И вещь, которая ко мне, в принципе, не свойственна, так скажем. Потому что обычно я пользуюсь совершенно другими клавиатурами. Но надо пробовать что-то новое, смотреть на то, как это работает, и делать для себя определенные выводы. Сегодня у меня в руках клавиатура от охрененной компании GMG. Собственно, модель KB785XV. Вот таким вот образом выглядит упаковочка. Что меня в ней очень сильно прикольнуло, это то, что есть вот такое вот лого. Геймером может быть каждый. И очень-очень сильно меня взбудоражило надпись с обратной стороны клавиатуры. Нравится? Играй. Потому что выглядит это максимально стилево. Отбросим коробку назад. В принципе, она нам больше не понадобится. А посмотрим на саму клавиатуру. Постараюсь максимально вам подробно и интересно про нее рассказать. Клавиатура на первый взгляд, когда я ее увидел, показалась мне просто обычной офисной клавиатурой. Пока я не взял ее в руки. И это, наверное, основная часть и мысль, которая меня вообще, в принципе, заставила задуматься. Потому что клавиатура в руках сидит так, как будто я родился с ней. Как будто я всю жизнь на ней играл. Как будто бы я привык к этой клавиатуре с первой же секунды. И она сделана по ощущениям из действительно недешевого китайского материала. Суть заключается вся в том, что она довольно увесистая. У нее кейкапы максимально приятные. Я не могу сказать, что они какие-то там скользкие, не скользкие. Нет, они обычные. Но когда ты их трогаешь, они не сравняются с китайским пластиком. То есть здесь на материалах не экономили явно. И, собственно, почему мне эта клавиатура не свойственна? Да, обычно я же на 60%-то играю. Но сегодня я вам расскажу о своем опыте со 100% клавиатурой. И я вам скажу так, он максимально приятный и комфортный. Клавиатура выглядит таким вот образом. Ну, это еще не все. Ведь к этой клавиатуре в комплекте идет подставка под, собственно, запястье. Выглядит она вот таким вот образом. Собирается это все довольно просто. Сзади цепляется эта подставка. И вот таким вот образом общий исход событий, так скажем. Вот. Максимально комфортная штука. Я вам скажу. Потому что это первая клавиатура в моей жизни, у которой есть подставка под запястье. Обычно я играл на клавиатурах, в которых они были не предусмотрены. И это максимально комфортно. Сама подставка выполнена из пластика. И несмотря на то, что здесь нету какого-то маленького, так скажем, пенного материала, мягкого, все равно играется очень комфортно, очень достойно и удобно. Клавиатура у нас находится на коричневых тактильных свечах. Ну, в принципе, это свечи, которые чаще всего... Это самые распространенные свечи, потому что это, так скажем, ни рыба, ни мясо. Это те свечи, которые как раз-таки угодят абсолютно каждому, вероятнее всего. И, в целом, максимально приятное нажатие. Предлагаю вам послушать звук клавиатуры. Только перед этим надо ее отключить. Максимально комфортный, приятный звук и очень тактильные приятные нажатия. Максимально приятные. Почему-то, вот, честно говоря, до этого вот у меня были клавиатуры также с коричневыми свечами. Но ощущались они максимально по-разному в сравнении с GMG. В общем, GMG это, по сути, дорого, богато и круто. Ну, если так сказать вкратце. Клавиатура стоит в среднем 8 тысяч рублей. И понятно, что сейчас понабегут люди разного сорта, скажут, ты что, дурак, 8 тысяч за клавиатуру. Будут и те, кто скажут, 8 тысяч, почему так дешево. Для меня это, наверное, оптимальная цена. Я исхожу из своих побуждений, потому что я постоянно, каждый день за компьютером, минимум по 12, а то и по 20 часов даже такое бывает. Бывает и такое. Потому что я стример. И для меня очень важно, чтобы мой девайс был качественный и тот девайс, за которым я сидел, полностью мне подходил. Вот клавиатура GMG, наверное, заставляет меня задуматься о переходе и смене формата клавиатур. Потому что стопроцентная, конечно, все-таки как-никак удобнее. И этот нумпад не настолько-то уж и мешает мне в моей повседневной игровой жизни. Хотелось бы подметить, что размеры клавиатуры 438 на 129 и 42. То есть она довольно небольшая, как бы это ни казалось в кадре. Не самая огромная, а весит килограмм 200. Килограмм 200. Слушай, это довольно увесистая клавиатура. И из ее особенностей хотелось бы отметить то, что здесь нет противной RGB подсветки. Здесь она аккуратненькая, белая и регулируется пятью тонами. То есть ты можешь сделать ее светлее, можешь сделать ее темнее, как тебе. Все будет удобно. В комплекте у нас идет вот такой вот пуллер для съемки кейкапов. Пуллер, скажу честно, не самый хороший. Потому что, вероятнее всего, он будет царапать кейкап. Но так как они у нас черные, в принципе, это даже будет незаметно. Да и плюсом PBT нанесение гравировки. Поэтому, возможно, все будет окей. И также в комплекте у нас идет вот такой вот витой кабелек. Который выполнен из максимально качественного провода. Собственно, все это маленькой резиночкой перемотано. Выглядит классно. Это для зарядки. Типа подключений 2 Bluetooth и 2,4 ГГц. Ну, конечно же, еще и провод. Провод я почему-то никогда не считаю. Вылетает из головы. Пользоваться лучше 2,4 ГГц. Это маленькая флешечка, которая идет у вас в комплекте. Потому что, таким образом, клавиатура, в принципе, работает без задержек. Наибольший комфорт для игры вы получите именно через нее. По итогу своего пользования, хотелось бы отметить, что эта клавиатура, в целом, работает без подзарядки до 5-6 дней. Смотря от интенсивности игры. Но я интенсивно играю и стримлю. Поэтому я максимально доволен уровнем батареи. Уровнем заряда батареи. Потому что он максимально комфортный. Подытожим, в принципе, то, что я говорил на протяжении всего ролика. Для кого эта клавиатура? Мне кажется, по моему сугубо личному мнению, эта клавиатура просто максимально предназначена для геймера, который сидит сутками за ПК. Потому что, если говорить о комфорте, то здесь именно все сделано для того, чтобы ты мог играть комфортно. Подставки, собственно, свитчи, кейкапы максимально хайповые, которые не скользят. В общем, подключение по беспроводу в 100% клавиатурах для меня это вообще редкость. И какой-то шок в голове. Компания GMG сделала какую-то невозможно крутую клавиатуру, которая лично для меня является показателем комфорта и качества. Советовал бы я ее купить? Да, советовал бы. Ссылочку на нее оставлю в описании. Если вдруг что-то было недосказано в обзоре, вы сможете, в принципе, посчитать у них на сайте характеристики этой клавиатуры. А также, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте в описании под данным видеороликом. Может быть, кому-то будет интересно, как себя клавиатура будет чувствовать через полгода, через год. Но с уверенностью скажу, что вероятнее всего я на нее пересяду играть на постоянку. Надеюсь, вам понравился небольшой обзорчик. Напишите свои комментарии, напишите свое мнение. Я жду фидбэка, а также лайка. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok